Привет! У меня сегодня новое видео и я хотела вам рассказать о двух продуктах, которые я купила из новой коллекции Hourglass к Рождеству. Я знала, что эта коллекция идет в Сифару и как-то рано-рано утром, где-то было 6 утра, я лазила по интернету, по сайту Сифара и посмотрела, а там эта коллекция выставлена уже. Причем я сайт Сифара, я проверяю его каждый день по нескольку раз в день, потому что я сейчас ожидаю палетку, которую я очень хочу купить от Наташи Динона, мини-голд палет. И в общем посмотрела, там эта коллекция есть, то есть ее выставили где-то в течение 5 часов, как она была на сайте, я решила взять. Тем более у меня еще была скидка на 20%. В общем, я взяла вот такой вот набор. Собственно, это упаковка от набора, отсвечивает. Здесь две помады по 0,9 грамма. Я понимаю, это очень мало. Например, в помадках, мини-помадках от MAC, которые можно купить за 10 евро. Ну вы же знаете, что MAC не так давно, ну где-то уже может быть год, выпустила мини-версии практически всех своих самых лучших, самых известных помад. Если в обычной помаде MAC 3 грамма, то в этой маленькой 1,7. Потом есть, например, мини-помады у Шарл Тилбери. Вышли мини-помады у Бека. Там 1,3 и 1,2 грамма. Есть мини-помады у Кэт Вон Ди, там 1 грамм. Мини-помады у Сефара, там 1 грамм. В этой 0,9. И это не мини-версия, это полная, нормальная, полноразмерная версия помады. Что мы получаем? Да, кстати, о ценах. 35 евро, но я заплатила на 20% дешевле, то есть я заплатила 28 евро за две помады и за вот эту вот херню. Что это за херня? Я сейчас вам покажу. И, собственно, это блок, который вы можете использовать для любых помад. Для их постоянной коллекции или же для вот этих вот, которые я купила. В общем, это действует так. Это помада, одна из тех двух, которая была в наборе. Вы снимаете с нее копачок, снимаете с нее копачок нижний и получается у нас такая вот голая помада и мы ее заставляем вот сюда. И, собственно, у нас вот такая вот помада получается. Таких блоков у нас два, то есть у нас два оттенка в наборе. И один вот этот вот стилет, не знаю, как его назвать. Также, если кому-то интересно, эта хрень, она абсолютно подходит для помад. Вот эта вот помада из их постоянной коллекции, она абсолютно подходит и для них тоже. Вот, то есть вы можете купить всего лишь один набор с одним вот этим вот хвостом и можете использовать для всех помад, которые у вас есть. Собственно, по ценам мы уже прошлись. Теперь, за эту цену мы получаем две помады полноразмерные и одну вот эту вот хрень. Если вы покупаете просто одну помаду и эту хрень, это стоит 35 евро. Если вы покупаете рефил помады, просто рефил, то это стоит от 15 до 19, 20 евро. Часто у них бывают какие-то скидки, какие-то оттенки уходят, какие-то новые появляются. То есть в районе 20 евро, 19-20 евро вы купите этот рефил. Кстати, одна из двух помад, она у меня на губах и она мне очень нравится. Итак, дальше. Сейчас я вам сделаю свотч и заодно сделаю свотч вам и вот помады, которые у меня из постоянной коллекции. Мало ли. Кстати, очень удобно. У них на помазе написано всегда название помады. Итак, это постоянная коллекция. Из постоянной коллекции у меня оттенок One Day. Очень удобно. Я его ношу вообще без вот этого хвоста. Это у меня One Day. Я его ношу без хвоста в косметичке. Место это занимает просто минимально. То есть для косметички это самое то. Для косметички, мне кажется, даже не нужен вот этот вот хвост, потому что он просто лишний. Теперь мы сделаем свотч помады из набора Eye Cherish. Это, собственно, тот, который у меня сейчас на губах, но я все равно вам сделаю свотч. Все эти свотчи в один намаз. Вот он Eye Cherish. Они похожи, но они разные. Этот более коричневатый все-таки. Тот немного более розоватый. И, собственно, еще одна помада. Это оттенок. Я, честно говоря, его еще не пробовала. Он на мне будет в следующем видео. You Inspire. Очень красивый. Очень красивый. Чем мне нравятся эти помады? Они супер пигментированные, супер красивые. И они не сушат губы. Очень красивый оттенок. You Inspire. Собственно, вот так выглядит этот набор. Я очень рада тому, что я купила эту вещь. Мне кажется, из всех вещей, которые продаются у них именно в том, что касается именно коллекции Рождественской, мне кажется, вот эти вот, они у них наиболее выгодные. Если мы посчитаем на грамм, если мы посчитаем на то, что мы получаем в упаковке, то это наиболее выгодно. То есть, собственно, за этот набор я заплатила меньше, чем я бы заплатила за одну полноразмерную помаду. Мне кажется, это очень выгодно. Теперь, естественно, вы можете понять, что в коллекции было не только это. В коллекции еще был небольшой наборчик из трех оттенков теней. Тени, кремовые тени, они довольно красивого оттенка. По-моему, там только один оттенок новый, два оттенка уже те, которые у них есть. И стоило это 45 евро за три штучки. По 15 евро за каждую штучку и в каждой штучке 2 грамма. То есть, они меньше, чем полноразмерные продукты. Ну, что неплохо на самом деле, потому что, таким образом, во-первых, у вас есть гарантия, что вы хотя бы один из них используете. А во-вторых, вы можете их просто подарить кому-то на Рождество. Тоже очень приятно. И еще что там было? Там еще было целых две палетки. И, собственно, о палетках мы с вами и поговорим. Я давно хотела сделать такое видео, немножечко с вами посчитать. То есть, у нас такая замечательная, занимательная математика. Я не нашла ничего другого. То, что мне попалось под руку, там я и написала. Собственно, на своем скидоне на 20% в Сифару я и написала все цены. Итак, в новых палетках мы видим новая палетка из шести оттенков. Шесть оттенков у нас три пудры, один бронзер и двое румян. И вторая палеточка, там просто четверо румян, из которых только одни старые, ну, те, которые уже есть, и трое оттенков новых. В большой палетке шесть оттенков, три действующих, постоянных и три новых оттенка. Итак, что меня немножечко смущает? И смущает меня это уже очень давно. Может быть, в Hourglass немножечко неплохо, то есть, не то, что неплохо. Плохо знают математику или неплохо знают маркетинг. Скорее всего, второе. Дело в том, что если мы посчитаем по граммам и по тому, сколько стоит грамм, и по тому, выгодны ли это палетки, палетки рождественские, они категорически не выгодны покупателям. То есть, они очень выгодны фирме, но они не выгодны нам. И это меня так немножко смущает, потому что я все-таки покупатель, и более того, большинство фирм, большинство марок именно в рождественский период пытаются сделать какие-то так называемые value packs. То есть, это упаковки, за которые вы платите не так много, как могли бы заплатить, и вы получаете хреновую тучу всего там внутри, и вы очень рады. Я думаю, что нам нужно просто перейти к математике. Для того, чтобы вам было нагляднее, я покажу вам две свои палетки от Hourglass. У меня их две. Одна у меня старее, вторая у меня новее. Мы начнем, наверное, со старушки. А старушка это вот так она выглядит. Здесь трое пудр. И у меня это Dim Light, Incandescent Light и Radiant Light. В каждой по 3,3 грамма. Я сделаю вам свотчи, но вы, наверное, знаете, что делать свотчи на продукты Hourglass, на их пудровые продукты, мне кажется, смысла вообще нет, потому что их не видно. Их просто, люди, не видно. То есть, как бы, вы видите это только на, ну вот, ну как бы, непонятно. Непонятно, из-за чего весь этот цирбор, да. Сами продукты очень хорошие. Итак, мы получаем в этой палетке, которая стоит 62 евро. Я буду называть цены в евро, и я буду называть цены без каких-либо скидок. У меня очень часто бывают скидки на 20%, и иногда сифора устраивают аукционы щедрости, например, даже на 25% как-то у них было. И, в общем, если мы берем палетку за 62 евро, вот такую, мы получаем 9,9 грамм в палетке. И грамм пудры стоит 6 евро 26 центов. Если мы берем вторую палетку, которая у меня тоже есть, и которая также стоит 62 евро, но в ней немного другие продукты. У нас здесь одна пудра, одни румяна и один хайлайтер. И, собственно, я тоже вам сделаю сводчину, как и с первой палеткой. Бесполезное это дело. Кстати, эта палетка, именно вот эта вот вторая, она сегодня на мне. Причем вся полностью. Вот так вот выглядит вторая палетка. Никак она не выглядит. Люди, я вам честно говорю, в это нужно просто поверить, потому что на лице это выглядит очень классно, супер, красиво, но на сводчах это выглядит как-то ужасно. У меня эта палетка Ambient, и у меня здесь Luminous Light, Luminous Flush и Iridescent Strobe. Вот, еще раз, вот эта палетка, очень красивая. Проблема в том, что здесь немного меньше продукта. У нас в пудре у нас 3,3 грамма. В румянах у нас 2,8 грамма. И в Strobe, то есть в хайлайтере у нас 3 грамма. Я бы, наверное, поменяла местами, я бы, скорее всего, хайлайтер сделала самым маленьким, а румяна немножко больше и пудру самую большую, ну да ладно. И если мы все это дело посчитаем, то мы за грамм платим 6,81 евро. В предыдущей палетке, там где все 3 пудры, мы платим 6,26 евро за грамм. То есть разница есть, но она незначительная. В чем же проблема? Проблема в том, что когда мы покупаем большие их палетки, которые на 6 оттенков, например, вот эта вот самая палетка, которая вышла сейчас на Рождество, у нас там 6 оттенков по 1,4 грамма. Люди, это очень мало. Очень мало. И в итоге получается, что у нас 8,4 грамма в большой палетке. И платим мы за грамм 9,04 евро. Это охренительно дорого. Если мы возьмем палетку, которая состоит из 4 оттенков, 4 оттенка румян. И там тоже 1,4 грамма в каждом оттенке. У нас, собственно, 5,6 грамма в каждой такой палетке. И платим мы 11,25 евро за грамм. Это нереально, нереально дорого. Нереально дорого. Самые дорогие, если мы будем считать именно грамм соотношения цена, это их мини-версии. Мини-версии у них просто обдираловка. Потому что 1,3 грамма румян и 1,4 грамма пудры стоят 25 евро. Это невероятная цена. Это невероятно охрененно много. Зачем вам эта вся математика? Мне бы очень хотелось вам рассказать, что, на мой взгляд, лучше всего купить у Арглас, если вам хочется. Есть несколько типов людей. Кое-кто покупает просто потому, что нравится. Кое-кто хочет для коллекции. Кое-кто хочет потому, что хочет, но он хочет именно какой-то определенный продукт. Поэтому это легче. Вы знаете, что вы хотите, а вы его покупаете. Начнем с тех людей, которые хотят и не знают, что хотят. Лишь бы что-то купить, лишь бы чтобы было. Тогда, если вам абсолютно бесполезно думать о том, что вы именно хотите, потому что вы хотите все, но вроде бы как вы не хотите ничего так сильно, чтобы купить. Ну, в общем, вы что-нибудь хотите, но вот скажите мне, что купить, я куплю. Вот так. Тогда я вам, наверное, посоветовала бы пудру. Я, кстати, по пудрам тоже прошлась. Если мы говорим о пудре. В пудре 10 грамм. Пудра стоит 52 евро. Мы получаем пудру за 5,2 евро за грамм. Если мы говорим о бронзерах, если бронзеры вам нравятся, бронзеры это, скорее всего, самая выгодная вещь. Ну, это не, скорее всего, это так математика нам говорит. Проблема в том, что пудрами пользуется больше народа, чем пользуются бронзерами. Поэтому, если вы не очень любите бронзеры, я бы вам советовала пудру на именно полноразмерную вещь. Если мы разделим бронзера, в бронзере 11 грамм, бронзер стоит от 49 до 50 евро. Я не понимаю, почему такая разница в 1 евро, в 1 евро. Дело в том, что 2 оттенка стоят так, 2 оттенка стоят так. В итоге мы получаем 4 евро 45 центов за 1 грамм. И это самая выгодная вещь. И еще есть 2 продукта там. Еще есть у нас румяна. И румяна у нас по 4 грамма 25 сотых. 4,25 грамма. И получается, за грамм стоит 8 евро 90 центов. Причем у них 2 типа румян. И оба эти типа, они стоят одинаково. И граммы у них совершенно одинаковые. И еще у нас есть строблайт. Строблайт. Строблайт это что-то типа хайлайтер. Хайлайтер у нас 4,25 грамма. Так же, как и в румянах. И стоит это 42 евро. И у нас получается 9 евро 27 центов за грамм. Подытожим. Самая дорогая вещь, если вы покупаете именно в однушках, это у нас строблайт. Хайлайтер. Они стоят 9 евро 27 центов за грамм. Вторая по стоимости, это румяшка. Румяшка стоит 8 евро 90 центов за грамм. На третьем месте у нас пудра 5,2 евро за грамм. И бронзер самый дешевый, 4 евро 45 центов за грамм. И это то, что касается именно полноразмерных продуктов. Поэтому, если вы не пользуетесь бронзером, я бы вам, наверное, советовала купить пудру. Мне кажется, пудра это самое, скажем так, безопасное. Безопасное, конечно, не очень применимо это слово. Потому что, ну что может быть опасного в косметике. Но вот, наверное, самый лучший выбор. Потому что пудрой вы все равно будете пользоваться. Самый невыгодный продукт, собственно, это строблайт. Это хайлайтер. То есть, если вам хочется купить что-то, чтобы было пудрой, вы пользуетесь. Скорее всего, она вам понравится купить пудру. Если вы пользуетесь бронзером, тогда, наверное, лучше бронзер. Он будет и дешевле, и бронзер у них. У них все бронзеры очень красивые. Они с таким шиммерным эффектом. Но там нет каких-то огромных блесток, глиттера. Этого нет. То есть, на лице просто будет очень красивый перелив. Да, кстати, это самое главное. Все продукты, абсолютно все, у них не матовые. Если вы ищете матовую кожу, матовые продукты, это не нек-аургласс. Абсолютно нет. Самая, собственно, невыгодная покупка, это вот этот вот 4-х квадратиковый румянистый набор. Это ужасно дорого. 11 евро 25 центов за 1 грамм. Тем не менее, это совсем недорого по сравнению с их мини-версиями. В общем, да, если вы хотите купить что-то из аургласс, вы не знаете что. Если вам нравится хоть какой-нибудь выбор, чтобы было 2-3-4 продуктика, купите вот такую вот палетку. Здесь вы получите, например, пудру, вы получите румяна и вы получите строблайт. Здесь у вас будет 3 продукта, и вы сможете решить в будущем, что вам из этого хочется купить. Или вы, может быть, решите, что мне вообще ничего не хочется купить. Я вот купил, как бы сказать, оскому сбил и ничего больше не хочу. Если вы, например, не носите румяна, если вы не используете румяна, если вы не используете строблайт, купите просто 3 пудры. И эти 3 пудры, их можно использовать просто большой кисточкой по всем 3-м, на возюкать и на лицо. Это самый лучший продукт. Это самый, сравните, если мы сравниваем ценограмм, это самый выгодный продукт, собственно. И да, наверное, это все, о чем я хотела вам рассказать, именно основываясь на ценах и на всем остальном. Мое личное мнение, мое личное мнение, так не говорят, да, потому что мое мнение, это уже есть мое личное мнение. Ну, ладно. В общем, мое мнение, что коллекция, безусловно, очень интересная, она очень красивая. Помада очень хорошая, помада пигментированная. Еще раз вам покажу все свочи, всех своих трех помад. Очень красивая помада, очень комфортная. Вы ее не чувствуете, она не лежит как-то плохо. Я ее уже до видео где-то час носила. Вообще она никак не поменялась, она не потекла никуда, ничего, все нормально, все хорошо. Я очень рада тому, что я купила этот набор. Мне кажется, что если бы пришел в продажу второй набор, а их два. Один вот этот вот, который на мне, из которого вот эта вот помада. И второй набор, он состоит из двух около красных оттенков. Один более красный, второй более бронзовый. Если бы он пришел тоже в продажу, я бы его тоже купила. Но, к сожалению, у нас пришел в продажу только этот набор. И, собственно, для меня, как для любительницы помад, мне кажется, это была самая оптимальная покупка. И, собственно, именно на этот набор я нацелилась, когда только вышел анонс этой всей коллекции. Для тех людей, у которых нет вообще ничего из hourglass, и кому бы очень-очень хотелось что-то купить, и которым вот эти все пересчеты, высчиты на грамм. Меня, например, это очень умиляет, когда я высчитываю, сколько там что стоит, там тени, румяна. Я понимаю, что даже румяна, которые там 10 грамм румян, это просто обмазаться. Это очень много. Даже 5 грамм румяна, это очень много. Но мне все равно интересно, сколько это будет стоить в пересчете. Поэтому я и считаю. Если вы не заморачиваетесь этим, если вы не считаете, если вам просто хочется попробовать какой-то продукт, то тогда, наверное, купите из всего этого. И если вам мало трех продуктов, если вам хочется больше, купите тогда большую палетку из шести продуктов. Да, она невыгодная. Повторюсь, она стоит 9 евро за грамм. Но там у вас будет выбор из шести оттенков. Самая, наверное, невыгодная, самая неинтересная, по крайней мере, для меня покупка, это вот этот вот маленький набор из румян. Потому что, ну, блин, четверо румян, которые... Одни из них, тем более, уже есть. Ладно бы, они все были новые. Оттенки там... Но так как они имеют такую вот полупрозрачность, по итогу будет казаться, что практически все оно одно и то же. То есть, да. Наверное, для тех людей, у которых вообще ничего нет из Sourglass, я бы, наверное, посоветовала большую палетку. Если вы все-таки высчитываете так, как я, и вам абсолютно не важно иметь три пудры, и вам хватит одной, то купите тогда вот такую вот палетку, в которой есть три продукта. Она очень выгодная. И она очень-очень красивая. И, кстати, эти палетки, они выходят, по-моему, в четырех или пяти оттенках разных. Вот такое вот было видео. Я надеюсь, что я вас не очень утомила. Еще раз вам покажу помады. Я надеюсь, что это видео вам было полезно. Я надеюсь, что я вам помогла в подсчетах определиться. Может быть, вы что-то хотите купить из Sourglass. Если вы не хотите ничего, может быть, вас что-то заинтересовало. Я, может быть, об этом продукте что-то знаю. Sourglass напишите мне. Я вам отвечу. Кстати, еще интересная, важная нота. Очень многие люди говорили, что вот упаковка вот именно этой коллекции, которая носит название Ghost, привидение. Она немножко такая странноватая. Она немножко такая дешевая. Я соглашусь. Соглашусь, потому что вот это вот пластик. Здесь пластик хорошего качества. Это тоже пластик. Вот это вот тоже пластик. Но здесь лучше. Он черный. Он более, мне кажется, какой-то интересный. Здесь же просто пластиковая херня. Видны все компоненты. В общем, я небольшая фанатка этого всего. Вот этот хвост, он сделан из металла. Он такой тяжелый. То есть хвосты у них совершенно одинаковые. Они не претерпели никаких изменений. Упаковка помад, ну да, могла бы быть намного интереснее, намного лучше. К сожалению, я не видела вживую. Это можно только заказать по интернету. Именно палетки вот эти вот Ghost. Но основываясь на том, что я видела в интернете, мне кажется, они должны были бы немного снизить цену. Потому что ощущение такое, что это такой тестер. Крышка там нормальная, как от нормальной палетки. Одно и вся вот эта конструкция, она вся пластиковая, пластиковая, прозрачная. В общем, на любителя абсолютно точно. На этом все. Я желаю вам прекрасных выходных, солнечных, поменьше дождика и холода. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на меня. Всем огромный привет!